так ребят партия в лобби на троих начали мы ее приходят эльфы на старте что-то карта смотрю большого размера вроде небольшую ставил блин возможно придется побегать что хоть выпало 8 мм 6 ну ладно пусть будет так дополнительное золото еще никому не мешало на старте время на ход я спросил сказали 7 минут которые в принципе я и поставил в итоге так ну надо будет лесопилку захватывать как можно быстрее поэтому вот к ней постараемся добраться по шустренькому улик остается на потом я думаю главным героем что давайте скупимся это мы не берем грифонов оставим на разгон щиток щитком но надо темповать я думаю хотя давайте эльфов довезем может быть чуть позже то есть когда они уже будут в грейженом виде пока что просто пробежимся с вами находим блоки так и начнем мы следующий ход наверное с пробивочки золото специально на покупку еще одного героя оставляю ну и вот наши сегодняшние соперники это юлия 1925 и зумикс рв так дальше что мы можем но этот герой кстати скорее всего не дотянет на этот герой в любом случае не дотягивает как ни крути поэтому одновременно надо игры и дети эльфов и при этом собирать золото на скупку ну кстати может за счет троих героев как-то дотянем вот надо подумать об этом мы дотягиваем например сюда айн а вот айн как раз дотягивает как надо вот за счет этого и попробуем сейчас отыграть так забрали 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 кентавров надо набирать побольше чтобы все таки был хороший ударный стек ну вообще кстати ладно заберем все таки быть так надо айн ставить на дорожку стрелочка переучивается кстати все довозится армия только давайте сейчас определимся что мы берем а что не берем это у нас будет по центру это справа насчет гномов пока не знаю можно снизу а стоит ли она того вопрос интересный и вообще-то как бы отжор хороший в какой-то момент но один гремлин вообще сюда никак не вписывается ладно поехали брать склеп предлагают нам слить два эльфа предлагают нам слить два эльфа ну этого не должно быть ну просто никак так вейт вырезание всяческие убегания моралица тут никто не умеет поэтому можно смело отбежать после чего вырезается один стек вырезается второй стек а остальные просто закрывают эльфов от нанесения ударов ну вот и замечательно попробуем немножечко тут подкачаться с вами из потерь сопротивление поскольку один из игроков играет за салмира нам это будет ой как кстати и не успеваем закрыться да гномов брать нельзя сильно по скорости просядем хорош поиск пути пожалуй нет надо сразу же эти направления все пробивать чтобы у нас нормальная разбежка была снова все вейт главное чтобы не было морали буду стараться ходить побыстрее чтобы ребята меня долго не ждали потому что игры на троих это мне кажется или там блин конюшня вроде конюшня ну а раз конюшня то не мешало бы попробовать туда пробежать да это конюшня так что надо попробовать раз два эх кинтосики кинтосики приложиться по вам хотя нет вроде нормально давай наверх 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 и добиваем эти потери мне даже более интересны сразу конюшня сразу конюшенка как-то близко мы могу город отжать просто благодаря конюшню я могу в город попасть ну получается заберешь говорит понял тогда забираю мне же дадут 7 дней да ну давайте тогда разгонимся и чтобы соперник этот город не вернул достаточно построить цитадель и уже как бы все вот вам и игра на рандомных картах по сути слишком близко оказались так ну и что мы видим что он сразу же приходит и мы ему вырезаем сразу же эль точнее орков одним выстрелом ну и он пытается захватить город ну и это просто невозможно с такой армией почему у тебя в армии 10 луков а на деле тут куча 12 так он закрывает ворота чтобы мы не вышли но вообще ему выгодно чтобы мы вышли нанести нам хоть какой-то урон в случае чего копейщики все соединились в один что тоже не очень приятно показывало только 10-19 ну так их и есть 12 а цитадель в городе построил эта башня стреляет они были в городе внутри а эльфы на героя он наверное думал что я был на одних эльфах и типа можно напасть но на самом-то деле даже если бы просто были эльфы все равно данный бой не тащился бы с учетом цитадельки даже без учета цитадельки мне кажется тоже не тащился ну и все ноги легиона еще забираем стрельба докачивается убивает еще одного своего героя и таким образом выходит из игры да да все верно и остается нас тут уже меньше малкальм может забрать отсюда армию айн побежать с разведкой зона кстати тоже родная потому что родные внешние жилища видим теперь надо будет искать территорию башенки все скупаться пока мне в принципе особо не надо попробуем пробежаться с вами наверх а это зона ничейная снизу да да вроде вот еще одна зона и вроде как тоже эльфийская нет вроде не лагает ой какие амморали ох надо было не бить одного кентавра отдал просто так так внешнее жилище гномов ну давайте пробьем пока мы находимся здесь почему бы и нет кто нибудь из лошков там заберет тебе нужно до конца доигрывать ты хочешь издать все хорошо пересоздаю тогда в общем сдается две буквы пишешь и все так все ну так Продолжение следует... 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 Возможно темница все-таки в подземке 2SM2F2 какой-то выпал нам для игры Приходит ход, вроде особых движений я пока не увидел И тоже кстати есть конюшенка домашняя Но дерево абсолютный ноль Вот, вот это наше спасение Если бы не эти две кучки дерева Тогда вообще непонятно как дальше отстраиваться А так вроде без особых проблем Блин, я же хотел эльфов Я собирался эльфов сначала Ну ладно 43 Ясно Стоим Отбежали Так, ну пробуем развести Вроде не очень они Это мурады Так, минус 1 пошел Wait, wait И никто не подставляется Потому что шестая скорость против шестой Так, отлично Первый подставился Еще и моралька выпала Подставляется второй Подставляется третий Не знаю, без эльфов тут Стремно что-то делать На полном серьезе Никуда не уйдешь Тут что-то поднатупили даже Но по героям мы впереди Как ни странно Они там В одного-двух героев Судя по всему играют Ребята ходят, конечно Довольно быстро О, консерватория найдена Конечно Не так, как Некоторые там Типа По 20 секунд Ну, по минуте По полторы Ну, то есть Это тоже Характеризует Не самый высокий уровень игры Ну, что, грейдим Золото уже собрано Довольно много Гномов пока брать Стало быть, не будем А вот кентавров Есть смысл Сразу же и докупить Ну, что ж Вот с этого момента У нас и должны пойти Довольно простенькие пробивочки Надо пробиться И в эту сторону Потому что там есть дерево Без которого нам Ну, никак Просто Просто стоим Отстреливаем Никуда не спешим Снова выйд всеми Давай наверх Добиваем Можно отбежать Отлично Сопротивление Продолжает Качаться Предложили нам Вроде какие Небольшие потери Но Даже таких потерь Нам не хотелось бы Так Ну, два кентаврика Все-таки Сожрали Проходя мимо Зацепим Гномов Поскольку Это тоже Дополнительные ресурсы Которых нам Будет очень сильно Не хватать Снова все Уходят В ожидание Даже Срабатывает Мораль И Тут важно Не подставить Кентавров Во многом Поэтому Надо продумать Как их тут Выбить Чтобы не Подставиться Все равно Бегают за Кентаврами Понимают Что у них Здоровья Меньше Если Каким-то Образом Дотянутся То Смогут Ну В принципе Самый большой Ущерб Нанести Который Только Возможен У них По урону Давай сюда Ну И тут Смело Можно будет Добивать Магия Воды Заходит Отказываемся Это не то Так Так Но это Пожалуй Сложнейший Пока Бой Из тех Которые Были Разделить Получилось Идеально Большая часть Побежала Вниз Чуть Чуть-чуть Назад А тут же Еще и Родная Земля Так Бить Бить тут Все равно Нежелательно Попробуем Попробуем Единичку Под бой Все-таки Подставить Хоть Одну Ну И тут Надо Бить Тоже Так Что Впервые У нас Более-менее Серьезные Потери Вырисовываются И Эльфа Получается Заблокирована Ну И Все Пробежали С вами Поскольку Ребята Недавно Играют В Лобби Кто Немножечко Их Решил Ознакомить С Особенностями Которые Здесь Есть Это Как По таймеру Можно Определять Что Происходит Во Время Игры Если Таймер Стоит Значит Соперник Еще Не Принял Ход Если Таймер Идет Соперник Ходит И Шкала Под Таймером Показывает Насколько Процентов Уже Отходили Герои Те Которые Имеются У Него В наличии И Если Таймер Добавляется Это Значит Что Игрок На Кого То Напал Поэтому Ему На Этот Бой Там Добавляется Какой То Дополнительный Таймер Так Тут Где-то Рядом Город Это Видно По Руднику Рудники Или Сопилки Они Генерятся Недалеко Обычно От Города Наверное Куплю Еще Одного Героя Потому Что Мне Очень Сильно Не Хватает Сейчас Собирателей Много Ресурсов Просто Без Дела Сейчас А Это Все Дело Надо Как Можно Скорее Пособирать Так Ну У них Одинаковое Количество Героев Плюс Они В Дискорде Они В Одной Команде Так Что Они Видят Все Свои Перемещения Могут Посовещаться Предлагали В принципе И мне Но Понятное Дело Я Отказался Мне Было Бы Неудобно И Комментировать Одновременно То Что Здесь Происходит И Общаться Там Так На нас Уже Даже И Нападают Чтобы Посмотреть Нашу Армию И Сама Того Не Понимая Юлия Прокачивает Нам Еще Один Уровень Так Так А я Не знаю А Типа Это Попытка Финал Очки Интересненько Ну Первый ход За мной Плюс Я успеваю Закрыть Эльфов А В остальном Я готов Пободаться Слишком Маленькая Скорость У Траглодитов Что же Давайте Минус Одним Единичку Продолжаем Стоять Закрытыми Вырезаем Главный Ударный Стэк И Дальше Без шансов Для Шакти Нет Гаргулек Шансов Убить Здесь Нет Максимум Одного Кентавра И То Если Всеми Хорошенечко Навалиться А так В принципе Можно Сказать Легчайшая Победа Должна Быть Да Минус Шакти А вот Если бы С такой Армией Сидела В замке То шансы Были бы Довольно Таки Хорошими Особенно Если Цитадель Или Замок Поставить Ну что Отстраиваются Единороги А мы Попробуем Проехать Дальше Так Ну Эльфов Мы Бить Никак Не Можем Вот Мы Видим Тераксора Который Сидит Внутри Города И Армии Там Толком Нет Говорит Не так Все пошло Как Хотело Хотел Эльфов Понятно Но Скорость Не Посчитала Поехали Отбивать Кристаллы Угу И Тоже Легенькая Битва Без Потерь Дают Экспертное Сопротивление Ну и Против Магии Особенно Под Финал Это Будет Очень Кстати Сразу же Давайте Попробуем И Склеп Забрать Чтобы Нормально Можно Было Скупиться В Случае Чего О Подпортили Себе Мораль В Таком Случае Надо Будет С нейтралами Немножко Подраться Вас Верху И Вот Так Вот Ну а Так В целом Интересненько И Нычка Минотавров Есть Но Армия К нам Долговато Будет Ехать Немножко Минотавров Долговато Так, а она может еще что-то писала? Ну, с такой маленькой армией я особо рыпаться не хочу. Я лучше дождусь подмоги. Так, ну что, не только потихонечку начинает заканчиваться, можно ее вообще начать вот с этой стороны. И надо выстраивать какую-то цепь по подвозу армии. Я вот думаю, есть ли там цитаделька или нету. А, она освобождается. Она освобождает даже город, чтобы проще было воевать. Ну, за это спасибо. За это реально. Спасибки. У нее, наверное, цитадели нет. Поэтому она... А, даже так. Все. Забрали город. Чердак Гарби не построен. Ну, мне главное, родной город достраивать. Оттуда подвоз делать. Так, в принципе, все скуплено по максимуму. Соперника вроде нигде не видно. Побегаем, повоюем. Так, спокойно пробелись. Так, спокойно пробелись. Так, ну и тоже давайте в цепочку становиться. Нет, я лучше золото, наверное, оставлю. Не буду отстраивать этот город. Внешних жилищ нормальных тоже нет. Хотя, стоп, нам же подвоз армии надо будет. Нет. Давайте этот герой будет начинать отсюда. Пикидрам в таком случае становится дальше. Где-то тут. Шива еще дальше. Как-нибудь так. Так, ну а этим дружаней тоже надо будет ехать и... Стараться получать армию. Но только если ставим замок, скупаться будет сложновато. Т-5 тысячу идет. Ну да ладно. Как-то уже будем выкручиваться. Так, и вот начинается новая неделька. На три тысячи. Что мы с вами можем купить? Ну, эльфов побольше, наверное. И все. Блин, ну и на том спасибо. Остальное приедет позже. Гномов тоже заберем. Даже несмотря на то, насколько они сильно замедляют. Хотя, если мы с вами поставим еще один рынок. То можно довольно неплохо золото наменять. И надо будет гильдию магов еще построить. Давайте кентавров побольше. Пикедрам передает дальше по цепочке. Нашиву возвращается на сбор ресурсов. Ну давайте чуть-чуть подсоберемся. И без книги заклинаний, в принципе, на соперника ехать не хочется. Отстроим гильдию. Пока немножко подсобираемся. И тогда уже будем штурмовать. Хорош. Мельничку берем. Так, ну гильдия встает отлично. Покупаем здесь книгу заклинаний. И, в принципе, силу магии бы поднять. Но ее толком качать негде. И не надо уезжать, пока удвоение маны не сработает. Кстати, зря я не разогнался. Так, тут есть какой-то проход, который тоже не мешало бы проверить. Но не будем в этом плане сильно спешить. Так, неплохо еще подсобрали ресурсов. Здесь тоже. Так, а вниз там никак не проедешь. Так, перед тем, как удвоение маны делать, я думаю, есть смысл чуть-чуть подкачаться. Давай наверх, наверх, наверх. Закрылись. Верхнего уже можно добивать. Ну, а нижнего под расстрел. Заходит магия земли. Силу магии нам все равно не дали. Так, гномятню осилим или нет? Вообще, по идее, должны. А там, конечно, всяко может быть. Хорошо, поехали, попробуем. Ну, пойдет. Заберем с вами защиту. Тут сделаем с вами хорошую скупку. В виде единорогов. Разгонимся. Но подвоз будем делать чуть-чуть позже. Тут, кстати, сделаем удвоение маны сразу. Не отходя от кассы. И на всякий случай город защитим единичками. Так. Ну что, максимальная скупочка, наверное. Нет, максимальной скупочки пока не будет. По золоту не вылазим. Но начать выстраивать цепочку можно. Тебя мы посадим дома. Шива становится в цепочке выше. Где-то тут. А мы в это время съездим и попробуем взять гномятинку. Почему бы и нет. Кстати, здесь не мешало бы цепку поставить хотя бы. Но, пожалуй, пока нет. 8-4. Атака, конечно, там подросла. И сильно задерживать нам не стоит. Надо будет побыстрее подъезжать. Но без единорогов я не вижу смысла этого делать. Как-то так. Спокойненькая пробивочка. Еще одна пробивочка. Дальше гномики в один стэк. Вы тоже в один стэк. Вы где-то по центру. А что случилось? Большая гномятня выпала? Да, выпадает большая гномятинка. Дальше нужно отбегать. Так, тут вейт. 17 хп, да? Тут надо врезаться. По-другому никак. Почти. Ай-яй-яй, страдают эльфы. Ой, как страдают. Так, попытка отбежать. У эльфами надо тоже убегать, но уже в другую сторону. Так, а кентусиком особо-то и убегать некуда. Придется делать тогда так. Так, тут тоже приходится убегать. Тоже убегать. Отдаем гномов на съедение. Угу. Одного эльфа потеряли. Но зато теперь скупку можно делать бомбезную. И заодно за удвоением маны съездим. Ну что, пришло время скупаться. Делаем серебряных пегасов. Забираем дендроидов. Плохо, что не сделал грейд единорогов, а умчал с теми, что есть. Ну да ладно. Это уже совершенно другой вопросик. Армия едет потихонечку. Тоже быстрый ход от соперника. Так, ну, опять же, начнем по старинке оттуда. Тут особо некуда идти. Давай так. Сама съездит за ресурсами. Мы, собственно, удваиваем ману. Более того... Ну, хотя нет. Наверное, со всеми будем ехать. Все, выезжаем тогда на соперника. И заодно разведчика. Тоже подгоняем. Так, тут остановились. Тут с вами качаемся. Проход через ящеров и через зомби. Оптимальный, наверное, будет выход именно через зомби. Поехали через них. Не, мне нужна прокачка. Так, а эти ману заберут. Хотя, с другой стороны, сила магии мне нужна. Поэтому желательно их все-таки попробовать пробить. Начинаются новые собирательства. Так, обзорочка. Жаль, не дотягиваемся. Не знаю, цитку поставим. Чисто защита, если соперник откуда-то прибежит. Так, ну и начинаем традиционно со сбора бонусов. Шива, кстати, опять добирает. Здесь нам, в принципе, много чего можно добирать. И собирать. Да. Так, ну и сейчас будет, в принципе, тяжеленький бой. Ого, их сотня. Вот это да. Сотня. Ну, это мы без маны будем. Сто пудово. Но зато нагрудник типа топовый. Может вернуться и все-таки по дорожке пойти. Там просто свиток еще непонятный. Нет, все-таки это чересчур для меня. Снова тряпочки. Но это уже в том количестве, в принципе, которое мы с вами легко потянем. Продвинутая мана. Ой, магия земли, точнее. Так, и вот сытовская зона, судя по всему. То есть я иду навстречу к сопернику. Очень на то похоже. Так. Надо еще наменять ресурсов. Особо-то строиться я не собираюсь. Так, ну, то, что дендроиды и пегасов не можем докупить, это не страшно. Давайте пытаться выстраивать цепочку для подвоза армии. Готовимся к финалочке. Так. Нет, ну, я думаю, что больше, наверное, подвозить и не надо. То есть это максимум. Но, опять же, у нас тут не срастается особо. Поставим шиву так. И она, кстати, дотягивается даже дальше за счет конюшенки. Поэтому можем с вами немножечко заняться собирательствами. И разгонимся на шахте. Оставив медленных существ там. Ну, что, цепочка. Кстати, можно было нычку Минотавра все-таки отбить, от порталить и так далее. Но мне тяжеловато настраиваться на соперников, когда они быстро ходят. То есть ты понимаешь, что там не самый высокий уровень тебя ждет на той стороне. Поэтому и ходишь таким образом, чтобы, ну, и не подставиться с одной стороны. И при этом не сидеть, не думать по полчаса, как же тебе лучше походить. Я думаю, что этой армии, то есть мы скупили с вами даже не все, будет более чем достаточно. Город. Город, город. Ну, не знаю, можно поехать отбить этот город, но... Самоцветы, все дела. Мы попробуем просто к сопернику побыстрее добраться и не тянуть время. Ни его, ни нашим. В принципе, он молодец, как минимум, уже в том, что успел лучше прокачаться, чем я. В целом, я мог бы его обогнать. Ну, он буквально там на единичку статов выигрывает. Ну, если бы я играл как положено, типа, пробивал нычку минотавров, отпорталивал ее, забирал бы все гномятни, все склепы, вы видите, что некоторые склепы я пропустил. Вот этот не брал, этот не брал. Просто стараюсь побыстрее закончить игру и все. Риспы не стараюсь там хорошенечко зачистить. Повышалочки далеко не все беру. Ну, то есть, стараюсь сделать то, чего и так будет достаточно для победы, и при этом не заставлять соперника как-то долго ждать, пока завершится ход с нашей стороны. Все, едем. Деревня где-то рядом, лесопилку нашли. Пополнять ману смысла нет. И не достаю до города. Город будем забирать на следующий ход таким образом. Больше цепочек не выстраиваем, просто собираем. Золото немерено. Прям, хоть бери, скупай все, что у тебя есть. Можно даже гномов построить при таких раскладах. Тут даже замок можно поставить. От нечего делать. Так, и соперник прячется. Циклопов построил серьезно. 9, 4, 2, 3. Но я видел, что там не главный герой. А где главный? Странновато. Единичек тоже не поделил. Что довольно интересно. Погнали по циклопикам. А проблема его в том, что он не вернулся. Из-за того, что, наверное, так и продолжает играть в пару-тройку героев. Поэтому не может выстроить цепочку, чтобы быстро разбить героя, вернуть домой и так далее. Мы не особо ломимся куда-то с вами нападать там. Минусует мне эльфов. Делает, в принципе, правильно. Все. Минус 13 эльфов. Это максимум. Дальше. Мне надо выкупить... Ох, ничего себе. У него тут не скупленной армии. Мы зайдем внутрь. Лишняя атака не помешает. И запустим с вами разведчика. Надо искать, куда же пошел наш друг. Насколько долго нам его ждать. Так, еще разведчик. Чтобы он здесь нигде не сидел, надо проверить. Тоже вроде не видно. Кстати, здесь же удвоитель маны есть. Блин, а куда ты мог пойти? А, вот же он. Вот Гурни. Я его вообще пропустил. Жесть. Так, гному мне не надо. А вот циклопчиков я, пожалуй, возьму. Ну, остальных я бы не стал менять. Даже на птиц. Но я, так и быть, выйду с ним навстречу. Повоюем. Ну, и тут как бы все. Думаю, что он сейчас сам, наверное, будет атаковать. Чтобы произошла финалочка. Молодец, что отстроил циклопов, конечно. Но его это не спасает. Его спасает то, что он может вот этот город забрать. В принципе, с учетом того, что орков много, я думаю, заберет. И благодаря этому, типа, попробует выжить. Но проблема в том, что он окружен. И он тоже бегает без разгона. Ну, у него, правда, четвертый разгонщик. У меня третий. То есть, мне за ним сложновато угнаться. Но с учетом того, что он сделал здесь петлю, он теперь находится ближе ко мне. Ну, и опытный игрок, понятное дело, уже сдавался бы, когда потерял столько прироста. Понимая, что, ну, это уже критично. А новички, они продолжают играть. Так что, вас, как минимум, ждет финалочка полноценная между главными героями. Более того, она произойдет очень и очень скоро. Я предлагаю вот тут немножечко подраться. Добавить себе еще атаки перед финалкой. Кстати, а он в городе оставил что-то? Нет, не оставил. Что, попробуем его за это наказать? Давайте. Для этого надо построить цитадель. И набрать кучу единичек. Вот. Ну, это ему на будущее для опыта пригодится. Нельзя оставлять. Пустые города, особенно в зонах, где ты знаешь, что точно был соперник. Там же находятся его разведчики. Засвечиваем всю эту зону. Все, теперь можно героя возвращать. Тобой можно еще дальше пробежаться. Тут уже ничего нет. Заберем рудничок. Так, ну, а пикидрамчиком даже делать нечего. Можем его тогда тоже в цепочку как-нибудь там выстраивать снизу. Хотя мы вроде как цепь с вами и не формируем. Ну, что, попробует штурмануть город? Да, я так и думал. Если даже он затащит этот бой. То придется ему тут все равно неплохо потерять армии. Хотя нет. За три раунда он справляется. За два, наверное, чуть-чуть не хватит. Хотя, если мана есть, то и за два можно. Ну, что, пять орков слил за свою ошибку. Плюс ты видишь, что армия соперника идет тебя убивать. И он находится в западне. То есть, деваться ему некуда. Куда бы он ни направился, на следующий ход я уже до него, скорее всего, буду доставать. Прячется в городе. Единичек не делает. Вот это тоже ошибка была с его стороны. Так, Таргрим, давай-ка ты немножечко тут собирательствами займешься. О, он еще и кристаллы не забрал, когда мимо проходил. И мы с вами чуть-чуть не достаем. Можем подкачаться на склепе, попробовать. Хорош. И расставляемся назад. Ну, и он не успеет, даже новый прирост там выкупит. Более того, даже если бы я приходил позже, все равно бы он не успевал. Это ГГ. Ну, все, скупаться нам не надо. Манны и так выше крыши. Вот он, финальный бой. На открытой местности баллиста бы у него стреляло больно. А здесь, конечно, без шансов. Гурнисон внутри города гораздо слабее. Ну, и все. Забираем все, что там было. И он тоже, в принципе, уничтожен. Вот такая вот партия получилась, ребят. Надеюсь, что партия вам была интересная. Армак играл в Блиц-формате. Старался ходить быстро, много не думать. Поэтому здесь сыграл, конечно, гораздо хуже, чем обычно. Но самое главное, что результат достигнут. А больше ничего и не надо. Надо зайти снова в лобби. На этом все. Всем спасибо за внимание. Всем пока. С вами был Армак.